МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Больше, чем планировали, бюджет республики предложено увеличить. Когда минус, дает плюс. Многодетные чебоксарские семьи могут освободить от налога на землю. Лестница превращается. Чебоксарский студент придумал, как помочь инвалидам. Сегодня правительство Чуваши пересмотрело бюджет на 2014 год. Его вновь предложено скорректировать в сторону увеличения. Это, скорее всего, последнее изменение финансового документа в текущем году. Цифры и подробности в нашем сюжете. Согласно законопроекту, предлагаемому Минфином республике, доходы республиканской казны на 2013 год должны вырасти на 18 с лишним процентов против запланированных и составить почти 35,5 миллиардов рублей. Увеличение в основном за счет безвозмездных поступлений. Большая часть пойдет на зарплату работникам образования с учетом ее повышения. Предусмотрены и другие расходы. Также за счет средств федерального бюджета дополнительные средства предусматриваются на поддержку сельского хозяйства – 132,9 миллионов рублей. В том числе на возмещение части процентных ставок по инвестиционным кредитам на развитие растеневодства – 41,7 миллионов рублей. И развитие животноводства – 60 миллионов рублей дополнительно. Также республикой дополнительно в текущем году будет получено 41,4 миллионов рублей на обеспечение с жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Общая сумма составит в текущем году 807,9 миллионов рублей. 31,6 миллионов дополнительно выделены на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития образования, из которых 20,5 миллионов рублей на оснащение оборудованием дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста. Ну и ряд других направлений, которые получили дополнительную поддержку. Члены правительства обсудили также вопросы перераспределения средств, выделенных из федерального бюджета на строительство социальных объектов, в частности детских садов. В настоящее время в республике несколько таких садиков-долгостроев. И Михаил Игнатьев призвал глав муниципалитетов активнее и жестче работать с подрядчиками, чтобы максимально приблизить сроки сдачи объектов. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Количество лиц, незаконно проживающих в нашей стране и нарушающих не только миграционное законодательство, но и Уголовный кодекс России, неуклонно растет. Это вынуждает правительство предпринимать адекватные меры. Спецучреждения для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению, изведения муниципалитетов переходят к миграционным органам. Что для этого необходимо, обсудили на совещании главы Чувашии с правительством республики. Спецприемник для мигрантов, нарушивших закон, был создан в феврале 2012-го в помещении пристроя Котлашевской больницы. Рассчитан он был на 15 мест, и тогда для Чувашии этого было вполне достаточно. Теперь же количество нарушителей, подлежащих депортации, и лиц без гражданства возросло настолько, что пришлось увеличить количество койко-мест в приемнике до 35. Для этого были выделены дополнительные финансовые средства в размере 171 тысячи рублей. На сегодняшний день работы ремонтные ведутся уже. 10 ноября предполагается завершить ремонтные работы. Дополнительно выделены 160 тысяч рублей для приобретения двухъярусных кроватей, для того, чтобы увеличить численность мест для выдворяемых граждан. Фактически все работы сегодня с нашей стороны выполнены. Учреждение готово к передаче. На совещании также подвели итоги празднования Дня народного единства. В эти выходные дни вход во все досуговые спортивные учреждения республики был бесплатным, и жители Чувашии подарок оценили. Всего в различных мероприятиях приняли участие свыше 125 тысяч человек. При этом, по данным МВД, не зарегистрировано никаких нарушений закона и общественного порядка. И в продолжение миграционной темы. С 1 января 2014 года в стране изменится система регистрационного учета. Вступят в силу поправки в соответствующий закон, касающийся передвижения людей в пределах России. С нового года регистрироваться и сниматься с учета по месту жительства можно будет только в подразделениях миграционной службы. Об этом сообщил начальник УФМС в Чувашии Виталий Черничкин. Прием российских граждан по вопросам регистрации и снятия с регистрации будет осуществляться в территориальных подразделениях УФМС по Чувашской республике. Речь здесь в первую очередь идет о гражданах, проживающих в сельской местности. До 1 января 2014 года эти функции выполняют функции постановки на регистрационный учет и снятия с регистрационного учета осуществляет администрация сельских поселений. Регистрационный учет будет осуществляться в районных центрах, где размещаются подразделения миграционной службы, пояснил Виталий Черничкин. Это может усложнить процесс. Людям из глубинки придется ездить в райцентр. Миграционная служба выходит с обращениями к главам администрации. Просят принимать документы все так же в сельских поселениях, чтобы потом переправлять их в подразделение УФМС. Если на местах сочтут себя неуполномоченными решать такие вопросы, гражданам, видимо, все-таки придется отправляться в территориальное отделение миграционной службы. Остается добавить, что сроки предоставления этой государственной услуги и требования к пакету документов остаются прежними. Погасить задолженность, заплатить вовремя налоги и алименты. Когда эти обязанности не выполняются в срок, на помощь правосудию приходят судебные приставы. Их главная задача – восстановить справедливость, обеспечить исполнение судебных решений. Сотрудники службы судебных приставов 1 ноября отметили свой профессиональный праздник. В праздничные дни принято говорить о достижениях. Так, в 2013 году судебными приставами была обеспечена безопасность во всех судах Чувашии. Окончено более 350 тысяч исполнительных производств. Взыскано с должников около 3 миллиардов рублей. Из них в бюджет – 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Кроме этого, в органах дознания службы выявлено и расследовано более 700 уголовных дел. Разыскано более 300 тысяч граждан. Задержаны и первые органы внутренних дел более 20 преступников. В рядах судебных приставов сегодня в Чувашии 800 сотрудников. В праздничный день новые сотрудники приняли присягу. А тех, кто уже давно в строю, наградили благодарностями и дипломами за добросовестный труд. Он отказался у нас от взятки. Он помог разобратить его и задержать этого от заказателя. Наталья Витальевна, я благодарю вас хорошую работу. С праздником вас, успехов в реализации всех ваших планов и задач. Служу Российской Федерации. Эти профессионалы своего дела – пример исполнения закона. Лучшим судебным приставом стал Алексей Медведев. Лучшим в розыске – Сергей Квасов. За активное содействие службе судебных приставов благодарственное письмо получила и национальная телерадиокомпания. Татьяна Трофимова, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов. Сегодня в Альборусово почтили память жертв страшной трагедии. 52 года назад в этом селе сгорела школа. В огне погибли 106 учеников и 4 учителя. В тот день в школе все готовились к большому торжеству. Начинались осенние каникулы. А в последний учебный день для ребят было решено устроить праздничный вечер. Чтобы освободить пространство в одном из классов, мебель расставили вдоль окон. Партами загородили и входную дверь. Электричество в школе возможно было добыть только при помощи генератора. Но в последний момент в устройстве нашли трещину. Запаять бак решили прямо в помещении подсобки. Одно неосторожное движение и вспышка. Очевидцы рассказывают, что бензин быстро разлился по коридору. Огонь уничтожил деревянное строение в считанные минуты. Зажгли печку, каланку. Дрова плохо горят. Они взяли, плеснули этот, сошли классник один. Из ведра до бензина. И все это взрыв, другое ведро. И все это потекло в зал. Ну как взрыв. Короче, там 5-10 минут. Там уже никто не мог спасаться. Пожарные приехали слишком поздно. Здание уже догорало. Спастись удалось единицам. Многих отправили на лечение в Москву. Но рассказывать об этой трагедии очевидцам запрещала советская власть. Завесу тайны удалось приоткрыть после распада тоталитарного режима. Памятник жертвам поставили лишь 33 года спустя. С тех пор именно здесь проводятся траурные митинги. Каждый год в ноябре родственники погибших и односельчане приносят к монументу цветы. А сотрудники МЧС учат школьников правилам пожарной безопасности. Устраивают конкурсы и викторины. Цель таких встреч – не допустить подобных трагедий, которые происходят из-за халатности людей. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. Не всегда меры поддержки означают что-то дать или предоставить. Иногда, чтобы жизнь стала легче, достаточно наоборот – забрать. Таким приемом собираются воспользоваться в городской администрации. Давать землю многодетным семьям Владимир Путин предложил еще в 2011 году. С тех пор только в пределах Чебоксар участки получили 126 семей. Правда, вместе с землей многодетные родители получили налоги на нее. В общей сложности их два. Первый – НДФЛ – 13%. Его платят один раз как за безвозмездно полученное имущество. Второй – земельный налог, который уплачивается ежегодно. В Чебоксарах он небольшой – 0,1% от кадастровой стоимости участка. Для городского бюджета эта сумма погоды не делает, в отличие от семей. По предложению главы республики администрация города выходит на Чебоксарское городское собрание депутатов как дополнительную меру поддержки для многодетных семей отменить земельный налог по представленным земельным участкам на срок трех лет. Таким образом, если органы местного самоуправления инициативу поддержат, то семьи, которые воспитывают трех и более детей в течение трех лет, с момента получения земли от налога освободятся. Правда, распространится инициатива городской администрации только на участке в пределах столицы республики. Часть, конечно, земель мы представляем в Марпасадском районе, Маргаушском районе. Но здесь уже, чтобы на них это распространялось, необходимо, чтобы администрации уже этих районов приняли соответствующее решение. Ольга Перечкина, Евгений Анисимов, Республика. В ближайшее время в Чебоксарах планируют построить еще один многофункциональный центр, в котором жители Новоюжного района смогут получать муниципальные и государственные услуги в одном окне. Через два года МФЦ должны разгрузить работу государственных органов полностью. За справками и документами туда должны обращаться более 90% жителей страны. Реализовать эти планы в кратчайшие сроки еще в начале года потребовал председатель правительства Дмитрий Медведев. Сейчас в центральном офисе Чебоксар оказывают более 100 различных услуг. Насколько эффективно работают уже созданные окна, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. От заключения договоров на аренду лесных участков до выдачи лицензий на продажу алкоголя. Операторы многофункционального центра универсал из большой буквы. За каждым окном солидный список услуг. МФЦ значительно разгрузил работу чиновников. За три года сюда обратилось более 500 тысяч человек. В некоторых ведомствах очередей не наблюдается даже в самые пиковые часы. Пять лет назад власть опрашивала через независимые, скажем так, мониторинговые фирмы, что нравится, что не нравится гражданам в предоставлении услуг государству. Отмечены были как негативные факторы. Это, конечно, большие очереди. Именно для решения вот этих проблем по стране начали строиться МФЦ. Наш чебоксарский МФЦ был среди первых по стране. В списке топовых 12 услуг. Наиболее часто горожане обращаются в центр, чтобы получить заграничный паспорт, встать в очередь на детский сад и оформить сделки с недвижимостью. А недавно здесь начали принимать заявления от тех, кто желает получить электронную карту. Этот перечень мы намерены постоянно расширять. Сейчас идет работа по перемещению всех, абсолютно всех муниципальных услуг в МФЦ. Если в обычных учреждениях очередь возможно занять только по старинке за впереди стоящим человеком, то в МФЦ всю процедуру упрощает вот такой терминал. Чтобы встать в очередь виртуальную, необходимо выбрать категорию и распечатать талон. И дождаться, пока этот номер появится на экране. Благодаря этой системе в залах МФЦ еще никогда не было больших очередей. Специалисты обслуживают клиентов за 15 минут, а то и меньше. Для удобства горожан, комфортные диваны и детский уголок. Быстрее. Нет очереди. Просто приходишь, записался в электронную очередь. В общем, быстро. В ближайшее время здесь откроется еще шесть новых окон. И это только начало. Сеть МФЦ окутает всю республику. Большой центр по оказанию госуслуг скоро появится во дворце культуры «Салют». Через два года в Чебоксарах будет действовать уже 95 окон. Их оборудуют даже в библиотеках и отделениях почты. Если эти планы удастся реализовать, то томиться в очередях за получением справок и документов. Жителям столицы и вовсе не придется. Менри Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Не пройти, не проехать. Речь не о какой-нибудь грунтовой дороге в глуши, а об обычных подъездах в городских многоэтажках. Для людей с ограниченными возможностями они становятся настоящим испытанием. Ведь даже чтобы добраться до лифта, приходится преодолеть в среднем 10 ступенек. Стационарные пандусы там не поставить, занимают слишком много места. Как решить эту всероссийскую проблему, придумал студент из Чебоксар. С изобретателем познакомилась наша съемочная группа. Утром студент, днем бизнесмен, ночью изобретатель. Все началось с того, что Антон Михеев стал индивидуальным предпринимателем и устанавливал по городу стационарные и механические пандусы. Тогда же молодой человек понял, облегчают жизнь они инвалидам далеко не всегда. Для стационарных зачастую не находится места, а раскладные механические требуют физических усилий. Их Антон решил переложить на электротехнику. Кстати, заходите в подъезд, подходите к лестнице, нужно вам поднять коляску детскую. Включаем зажигание, можно сказать, и раскладываем. Все, конструкция готова к использованию, и можно поднимать коляску. После того, как коляска поднята, нужно его убрать. Вот, соответственно, кнопку, и все приходит в компактное состояние. Имеется возможность установки обычной кнопки, или же пульта управления, или домофонного ключа для удобства пользования. Сделать можно все, что угодно. Теперь проблема решается одним нажатием кнопки. Правда, чтобы все стало так просто, пришлось поработать. Самое сложное было, конечно, как раз придумывать электромотор для этого дела, потому что он должен быть компактным, не занимать место, то есть уложиться в обычные габариты ступенек. И, как бы, найдя такой электромотор, тяжело было его заставить работать вместе с нашим устройством. Когда Антон понял, что задумку удалась, решил оформить на нее документы. Спустя несколько месяцев на свою разработку он получил патент. Патент дает право мне устанавливать, как бы, эти пандусы. И законно, без моего разрешения, никто больше их не может устанавливать. Также имеется возможность этот патент продать, и переуступить право установке этих пандусов кому-то другому. Очень хочется надеяться, что изобретение не останется, полезная модель не останется на бумаге, а воплотиться в жизнь, тогда можно будет и создать людям рабочие места, и массово оснастить как новые дома, так и старые модернизировать, такой конструкции для удобства пользования. Однако, чтобы идея принесла реальную пользу горожанам или даже россиянам, светлой головы, увы, недостаточно. Молодой человек надеется, что задумку оценят инвесторы и правительство. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Без отопления, канализации и света. В таких условиях содержатся заключенные следственного изолятора номер один в городе Чубоксары. Правда, таких всего трое, и сидят они пожизненно в камере, которая является музеем. Необычную экспозицию в самой старой из ныне действующих тюрем России открыли специально ко дню работников следственных изоляторов и тюрем, который отмечается по всей стране. Здесь отбывали наказания самые разные категории преступников. Разбойники, конокрады, фальшивоманейчики, декабристы, народовольцы. Легенда гласит, что в подобной камере сидел Стенька Разин, перед тем, как его под конвоем стрельцов отвезли в Москву, где и придали мучительной казни. На арестантов налагали тяжелые оковы или колодки. Спали на нарах или на полу, на соломе. Здесь всегда царил полумрак. Настоящее подземелье, хранящее множество тайн. Подземные ходы, они здесь были, присутствовали. Один ход ввел непосредственно в Веденский собор, другой ход ввел в сторону Волги. Поэтому здесь очень достаточно богатая история. Метровые стены по сей день отлично сохранились. В те времена раствор замешивался на яйцах. Именно это сделало кладку невероятно прочной. Сотрудники сезона Мир 1 признаются, что голуби до сих пор склевывают со стен съедобный раствор. Камеру с более чем 300-летней историей населили и современными предметами. Казалось бы, все хорошо в ней, но, однако, здесь изготовлен специальный схрон, в котором хранятся различные запрещенные предметы. Здесь же разместили фотографии 30-х годов. Посетители воочию могут увидеть, как выглядело здание в прошлом веке. В ближайшее время появятся и другие экспонаты, обещают сотрудники СИЗО. Затем в темницу будут приглашать школьников, студентов и всех, кто пожелает ощутить на себе, каково это – оказаться по ту сторону, за решеткой. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Третий звонок, занавес открывается. И вот он, конечный результат. Красиво оформленная сцена, декорации, костюмы. Но до этого момента они появляются в воображении художников. А затем их качают на бумагу. Так появляются эскизы. Увидеть процесс оформления спектаклей на этом этапе можно в Чувашском государственном художественном музее. Там работает выставка «Театральная палитра». Шапка Мономаха – главное регалия русских великих князей и царей в Чувашском государственном художественном музее. Только вместо жемчугов и рубинов – обыкновенное стекло, а вместо золотой отделки – недорогая ткань. Его вместе с другими костюмами, макетами и эскизами можно увидеть на выставке «Театральная палитра». Все-таки работа художника, она видна в основном на спектакле. Но здесь вот как бы предшествующая работа, они же с эскизами работают, сначала вынашивают это все. И вот этот долгий путь к спектаклю нам хотелось здесь показать. В выставочный зал совсем ненадолго перебрались работы из мастерских ведущих театров республики. Каждый эскиз, каждый макет, любой, хоть костюм – это ценность. Потому что спектакль собирается вот из этих маленьких деталей. Декорация – это одно. Подходящие костюмы, исторические. К этому же должен быть реквизит свой, того времени. Это все изучается досконально и потом делается. Увидеть эскизы, которые уже выросли в огромной декорации, даже играли на сцене в прошлом веке, можно будет до 1 декабря. Ольга Перечкина, Регина Кубайкина, Александр Петров. Республика. Сегодня день военного разведчика. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра обороны Российской Федерации в 2000 году. Дата 5 ноября была выбрана не случайно. Этот день можно по праву считать днем рождения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова